Так, сейчас попробую найти. Светлана услышала про настойку для детей из чеснока и лимона. Можете сказать, как делаете? Да, настойка из чеснока и лимона. Например, чеснок, смотрите, на 200-250 мл воды чеснок отдавил, выдавливаете, либо режете. То есть он на мелкой терке не нужно, чтобы весь сок совсем вышел. Если на одного человека, то 200-250 г жидкости. Если на двоих человек, то, соответственно, побольше. На один стакан воды вы выдавливаете 2 зубчика чеснока. С вечера делаете, и к утру он уже будет, вот эта вот водичка, она будет настойна. Комнатной температуры, настойна водичка. И утром туда четвертинку лимона выжимаете просто. И пьете. Она получается не горькая, не противная. Дети у меня пили абсолютно спокойно. Так, дальше. От чеснока отделить? От чего? Когда пить будете? Чтобы водичка была. Да, да, конечно, процедить потом. Ага. Так, дальше. Света, напиши, пожалуйста, подробно здесь насчет смеси никотиновой кислоты, прополиса, настойки и алоэ. Писать, ребят, правда, не успеваю. Давайте я скажу, если кому кто-нибудь просто напишет, если что, после эфира, если понадобится. Я покупала никотиновую кислоту обычную для инъекций. Я не знаю, поскольку они, не помню, поскольку они по 5 миллилитров или по 2 миллилитра в одной штучке, в одной ампуле. Они еще есть для волос, они более большие, но я для волос никогда не покупала, потому что мне кажется, что вот обычные, они дешевле, хотя мне говорят, что там выходят из-за объема те дешевле. Но там, по-моему, которые для волос, они более разбавлены. Я правда не знаю. Я покупала самые обычные для инъекций. И на 10, то есть я их все эти 10 купила, ну смотря у кого какие волосы. Потому что у меня как бы такая шевелюра там, мне их тоже нужно все, чтобы промазать. Можете 5, ну смотрите, просто из расчета. Одна упаковка, 10 ампул. На 10 ампул половина флакона алоэ и половина флакона... Как он, господи? Прополис. Прополис, да. Да, да. Вот, они в аптеках в принципе стандартные идут. Как бы алоэ, вот бутылек, сколько там он, обычный бутылек, и прополис чуть меньше бутылечек. Вот. Половина одной жидкости, половина другой на 10 ампул я делала. Вот так вот. Светуль, просто я в Нидерландах живу, тут заказывать можно разные бутыльки по метражу. И в аптеке они разные по миллилитрах бывают. Слушайте, ну давай я сходу в аптеку, куплю, и тогда уже подробно скажу. Хорошо? Вот, потому что я вот так вот даже, я не помню даже, сколько эти бутыльки стоят. Завтра схожу обязательно в аптеку, куплю. Вот. И как использовать их, смешивайте. И вот я говорила шприцом большим. У меня 20-ти кубовый шприц, я покупаю на это дело. Но он у меня постоянно есть. И вот просто начинаете шприцом мазать, потом раз-раз-раз пальчиками промассировали. Дальше. И всю голову. Они так, он подсыхает, и потом волосы такие становятся, как канатики. Вот. Потом уже можно будет смывать. Так, как убрать, так. Здравствуйте. Как убрать аппетит? Чувства голода нет, а вот в рот что-то положить и много. Преимущественно срая, да. Проскакивает и варенка иногда, хлеб. И начал березит антипаразитарку. Пока исключить. Я не знаю, что такое березит, ребят. Я не сталкивалась. Ну, полынь, мне кажется, хорошая. Если не хотите, можете свою антипаразитарку. Но я не любитель смешивать. Вот. А если чувства голода нет, а вот что-то в рот положите, положите две горошинки черного перца. И вам хватит на несколько часов, вам не захочется больше ничего. Вот. Так. По-моему, больше нет вопросов. Света, расскажи про 21 день, что там будет, что ты планируешь. 21, точно так же я по запросам будем проводить эфиры, в том числе и психологические. И дальше мы будем почистимся. Сначала промаслимся, потом почистимся. Совместно выйдем на сухие дни. Потом совместно мы выйдем обратно в еду, в жидкое питание. Потом еще раз почистимся и будем выходить на более длительные сроки. Кто сколько может, это уже будем, мы же будем постоянно в контакте. Вот. И в том числе будет физика. Физику тоже будем проговаривать. Какая физика, что, на какие будут органы у нас. В зале даже мы будем чередовать. В зале нагрузку. То есть у нас в зале она не будет однотипная. То есть просто вот пришел там, то есть, смотрите, если мы сегодня разговариваем там, ну, грубо говоря, там о поджелудочной, то мы сразу же говорим, если разговариваем о поджелудочной, мы, например, там затрагиваем по физике такую-то часть. Если мы проговариваем про сердце, затрагиваем вот эту часть. Вот. И все вот в таком духе. Все как обычно. То есть поболтать. Вот. Поболтать. Ну, и, конечно же, все вот эти вот, кто будет выходить на сухие дни и будут какие-либо симптомы, то мы их будем прорабатывать. Вот. А если кто-то хочет прям психологически для себя, именно марафон вот по психологии, то он будет 5 февраля семидневный. Он будет абсолютно другой. Вот. А здесь именно больше на питание, то есть чтобы мы в группе вышли на непитание, так скажем, чтобы понимать, как правильно выходить, для чего, чтобы просто так держишься, потому что группа держится. А ты на этом, в этом образе жизни сейчас существуешь какое-то время, потому что, и мы будем рассказывать, потому что. Ну, и на 40 дней, когда уже, если пойдем на 40 дней, если будет запрос на 40 дней, то там, конечно, уже будет такой, он будет уже более, более, наверное, раскрытие таких моментов, которые не каждый человек уже готов воспринять, но так как уже мы будем на таких пределах, на сухих днях, то мозг будет немножко по-другому работать, и я там буду давать другую информацию. Вот так вот. Задавайте вопросы. Если нет, то я тогда... Скажите, а вот если я пью таблетки от давления и кроворазжижающие, вот как с этим быть? И на сухие дни, если как заходить? Ты можешь зайти, во-первых, на малоедение, а во-вторых, если на сухие дни... Ты прям каждый день пьешь, они у тебя как накопительные эффекты идут? Да. Какие таблетки от давления? От давления Лазаб. А, все, поняла, да, знаю. Ну, тогда, знаешь как, тогда ты можешь всю эту информацию прослушать и выходить. У тебя будет не голод, а будет единоразовое питание, и будут строго зеленые коктейли. Я буду говорить прям какие. Спасибо. Так. Таблетки ты не будешь пить, когда ты будешь понимать, что, например, один день убрала таблетку и посмотрела, как ты себя чувствуешь. Все, потом опять попила. Потом начинаешь потихонечку ее выводить из своего рациона, но только после того, как ты начинаешь чувствовать себя по-другому, по-иному. Благодарю. Расскажите, пожалуйста, про ногти и функции про гель-лак. Ну, ногти у нас, это же как защита вот этой вот подушечки, то есть у нас каждый пальчик, это как антенна, это как проводник. Каждая подушечка у нас как проводник. И смотрите, у нас подушечка вот эта вот, она выпуклая. Выпуклая – это когда ты отдаешь информацию. Ты можешь отдавать информацию, почему руками очень многие лечат. Ты можешь отдавать информацию, ты можешь отдавать. Руками лечат, это же не своими, а ты своей энергией, своими руками запускаешь энергию того человека, которому ты помогаешь. То есть не бывает такого, что я, например, лечу своей энергией кого-то. Я могу своей энергией раскачать ту энергию, которой человек хочет исцелиться. Вот. И я как бы ее отдаю. Но принятие информации идет с этой стороны, вот с этой стороны, со стороны нокоточка. И нокоточек у нас очень четко фильтрует ту информацию, которая нам, которая для нашего тела доступна. Почему очень важно, чтобы нокоточки были хорошие, как бы, здоровые? Потому что если они нездоровые, то вы не можете принять тот объем информации, тот объем знаний, который принадлежит вам для вашей энергии, для вашей вибрации. Ну и, конечно же, если гель-лак, то вы ничего не принимаете. Все, вы обрезаны. Это очень удобно сейчас сделано, чтобы люди вообще не принимали этой информации. Гель-лак, он полностью закрывает. Можно спросить, откуда эта информация? Просто информация. Я уже говорила, у меня нет такого, что я где-то прочитала. У меня нет такого. Это просто та информация, которая она есть. Но вы можете где-то покопаться, еще что-то. И, как правило, если есть в чем-то сомнение, то вы ее либо найдете, либо она вам просто не срезонирует. Но очень много информации, которую невозможно найти в общедоступных источниках, например, там на YouTube. Очень редко. Если какая-то информация попадается, ее очень быстро убирают. Поэтому по частям, по каким-то пазликам вы можете собрать. Но дело ведь не в том, чтобы меня проверить, а дело в том, чтобы вы сами это ощутили. Никотиновая кислота, алоэ и прополис поможет при лысине, при облысении? Ну, смотря что, смотря что, что за облысение, потому что они же есть разных стадий. Разного, вернее, есть, когда уже не возвратные вот эти вот волосы и луковицы, которых уже нет. И это тут уже не никотиновая кислота, а тут уже все в сборе. То есть ты должен внутри запустить свой, обратно, чтобы клетки начали вновь воспроизводить то, что прекратили. И еще, ребят, могу вам сказать, что если какая-то информация там, думаете, откуда она ее взяла, там еще что-то. Когда вы выходите на длительные сухие дни, то у вас, как правило, эта информация тоже приходит. Подобная там какая-то. Если ставили... Да, у всех по-разному, ребят. У меня, вот знаете, я и четыре месяца, когда была на сухих, у меня не приходило. Еще раз говорю, это у каждого свое. Я не знаю, насколько вы. То есть я была вообще далека от всего этого. И когда я была четыре месяца на сухих днях, ко мне не приходила никакая информация. Я просто исцеляла свое тело. И вот когда у меня тело более или менее исцелилось, только после этого у меня начало как щелчками открываться какие-то моменты. Поэтому сколько у вас будет? Я вот смотрю YouTube, там некоторые на 20 дней были на сухих, и у них уже все открылось, и они там начинают вещать. Может быть и так. Это же зависит от вас. Вот я была непробивная. Я как бы очень-очень долго. Я же в этой... В этих состояниях уже, получается, 9 лет. Поэтому... Тут я не знаю, как у вас будет. Светлана, будьте добры, вот по поводу аллопеции. Если вот у человека вообще голый череп уже, ей 32 года, то есть она может с автономией вернуть себе волосы? У нее это гормональный. Угу. Ну, смотрите. Тут нужно же... Если выращивают зубы, я думаю, что зубы, наверное, сложнее вырастить, чем волосы. Все же. Я так полагаю, что можно. У меня не было случая. В моей практике не было случая, когда росли волосы. То есть у меня с облысением не было людей. Но в моей практике было два человека, у которых точечно выросли зубы. Не все зубы сменились, а точечно. Два человека было. Вот, поэтому пусть пробуют. Не могу сказать. Я из-за зубов к вам пришла. Услышала. И стала интересоваться уже. Но меня это очень интересует, зубы тоже. Хорошо, благодарю. Так, если ставили когда-то хроническая почечная недостаточность, можно ли заходить на сухие? Ребят, смотрите, с почечной недостаточностью очень аккуратно. Во-первых, когда-то ставили... Это такой размытый вопрос. Когда-то ставили это месяц назад, либо 10 лет назад. И сейчас вы чувствуете себя великолепно. Тут очень сложно ответить. Всегда смотрим только по своему организму. Но проверяйте. Вы же можете проверить. Вы же можете посмотреть даже по своей моче. То есть, например, сначала вы сделали перерыв в 16 часов. Потом перерыв в 24 часа. Потом перерыв в 36 часов. Проверяйте. И пописали в баночку, например, и оставили. Оставили, а потом смотрите, какого цвета у вас моча. Появились ли хлопья. Мутная она, либо не мутная. И от этого очень много зависит. Там же можно по ней тоже много что рассказать. Так, про кофе. Про кофе. Смотрите, ребят, кофе – это энергетик. Мы все прекрасно понимаем, как он действует на организм. Ну, что такое кофе с психологической точки зрения? Давайте я вам попробую рассказать. Кофе у нас всегда ассоциируется с новым днем, с новой бодростью. Вот, и когда у нас на подкорочке уже мы привыкли к этому кофе, то у нас уже он не столько психологический, потому что мы прекрасно знаем, что люди бывают отказываются в одночасье от сигарет, от алкоголя, либо от любых других вредных привычек, которые там они годами думали, что это никогда не случится. Вот, и что такое кофе? Кофе – это всегда у нас записано на подкорочке, что это новое начало, это новый день, это новые возможности, это сейчас вот все будет хорошо, все будет по-новому, с чистого листа. Попробуйте подойти вот с этой стороны кофе и посмотрите, что для вас кофе значит с психологической точки зрения. И тогда вы будете понимать, для чего он вам, а можете и как подходить. То есть вы сначала для себя понимаете, что для меня кофе – это то-то, то-то, то-то. Я от этого испытываю такие-то эмоции, такие-то чувствования. И если, от чего я еще могу испытывать такие эмоции, такие чувствования? Например, от того-то, от того-то. И пробуйте менять потихонечку. Подскажите, пожалуйста, появился варикоз на ногах, вены стали опухать и выпирать чистые дни, и вперед. Ребят, абсолютно точно в практике, в моей, было даже такое, что у девочки мужу было сколько там, два месяца, что ли, какое-то время было до операции. То есть у него были уже огромные узлы, и у него была уже очередь на операцию. Она говорит, походи на пяточках. Он говорит, да что ты, я не верю вообще в эту ерунду какую-то, нафиг мне это надо. Она говорит, ну хорошо, не веришь, не веришь, говорит, ну ты хотя бы попробуй, тебе же терять нечего, ты все равно уже записан на операцию. В общем, он стал каждый день ходить на пяточках по 15 минут, то есть 5, 5 и 5, три раза по 5 минут. И что вы думаете? Он пришел на прием перед тем, как… Пришел на прием и сказали, что давайте перенесем, потому что на сегодняшний день у вас очень, как бы улучшения такие были достаточно значительные за две недели, ребят, за две недели регулярного вот этого вот хождения на пяточках. Да, тут пишут про почки. Ну, ребят, еще раз говорю, все смотрите на своем самочувствии. Если вы знаете, что с почками у вас какая-то беда, ну сходите, проверьтесь, это же ваши почки, сходите еще раз проверьтесь. Либо вот, говорю, понемножечку растягивайте вот эти вот сухие дни. И, может быть, вам не обязательно выходить на сухие дни, может быть, вам с жидкостью нужно выходить. Это тоже очень хорошее очищение. Так, если нет вопросов, то давайте я расскажу про овощи. Овощи, фрукты, ягоды, зелень. Светлана, можно узнать дневной эфир, где можно посмотреть? Они все в этом... В этом чате они? Да, они все в этом чате. А, ну вот он, в закрепах. В закрепах они есть. Отлично, спасибо. На ютубе тоже есть, на ютубе тоже есть, да. Наверное, уже выставили на ютубе. Я, если честно, не проверяла, ребят. Не было возможности. Есть, есть на ютубе. Так, ладно, потом, потом, Андрей, я почитаю. Так, давайте тогда. Смотрите, что такое... Изначально у нас овощей никаких не было. Овощи сами по себе, они не растут. Ну, сейчас уже может быть какие-то, но я не знаю таких овощей, которых мне нужно сажать, чтобы они сами по себе росли. Это, так скажем, искусственно выращенный продукт. Что такое овощи? Овощи – это искусственно выращенный продукт. Это он находится либо на земле, либо в земле. Это когда уже человек настолько болен, что он практически всегда лежит. лежит – это когда он уже, ну, ближе к земле, на земле. Это когда он может каким-нибудь овощем... Мы настолько, мы настолько уже грязные, что сейчас для нас овощи – это первостепеннее, чем фрукты, к сожалению. Но так оно действительно есть. Вот. И овощ – это как раз тот продукт, который исцеляет от многих болезней. Потом, что такое ягоды? Ягоды – это те... Та еда, которая растёт сама по себе. Это естественная еда, которая помогает нам, для нашего организма. Когда ребёнок растёт, он первое, что может дотронуться, то есть сначала он всякие веточки жуёт там, всякую траву щиплет там, на вкус пробует. То есть что такое трава – это прочищение всего нашего пищевода. И ребёночек, если естественным путём в нормальных условиях, в природных условиях, я бы так сказала, ребёнка, мама, например, кормит грудью, что потом она какими-то своими делами занимается, она его отпускает, он ползает по траве, и он начинает есть вот эти вот траву, прочищая пищевод. Потом, когда он начинает вставать, он уже начинает кушать ягоды. Ягоды – это для становления полностью всего организма. Это любые ягоды. То есть когда мы идём на восстановление, то есть смотрите, когда человек болеет на восстановление, что ему делать? Всякие морсики с ягод, да? Это то, что заряжает наш аватар. И в дальнейшем, что такое фрукты? Фрукты – это всегда под солнцем. Фрукты – это всегда информационный заряд. Это знание. То есть каждый фрукт, когда вы становитесь уже взрослым, вы через фрукт можете познать какие-то знания, какие-то новые вибрации. Чем отличаются ягоды, фрукты, зелень и овощи? Если в двух словах. Если есть какие-то вопросы, если что-то непонятно, задавайте, я сейчас ещё поясню. Есть разница, замороженные фрукты, ягоды или свежие? Нет, конечно, есть разница. Как нет-то? Безусловно. Замороженные, они… Всё, что подвергается огню и морозу, всё убивается. Но у нас не всегда есть возможность, поэтому лучше уж замороженные ягоды съесть, либо вообще никаких не есть. Вот. Но даже в древних писаниях там говорилось «Остерегация пищи, огненной пищи и пищи мороженой». Там как-то написано правильно, я не знаю. Ну, по поводу зрелых и незрелых фруктов и ягод. Ну, незрелые… Нет, незрелые, они как бы даже не приспособлены. Смотрите, что такое зрелые, незрелые фрукты и ягоды. Фрукт, он вообще… Он приспособлен для того, чтобы вы его съели. Что такое фрукт? Он… Это информация на будущее. То есть практически в каждом фрукте, да, у него внутри, косточка, внутри вот этот информационный ресурс, который будет далее расти. А вот эта вот мякоть, она предназначена для вас, для снятия информационной волны со светового источника. Поэтому, когда фрукт незрелый, вы ничего не получаете, и в некоторых случаях бывает отравление. Но мы сейчас не очень чувствуем, потому что мы уже вообще привыкли к недозрелым фруктам, который у нас доходится в магазинах. Еще вопросы, ребят? Алло. А как относиться к сушеным фруктам и ягодам? Ну, сушеные фрукты, они, получается, они просто без воды. Если они естественным образом высушены, то у них просто выходит вода, они идут как для поддержания чего-либо. То есть в них вот этого информационного источника уже практически нет, но для нас они более полезны, чем замороженные. Да, благодарю. Так, еще вопрос. Светлана, подскажите, почему на третьем месяце сыроедения, после всеедения, появилось состояние прилива в голову, как будто мозг горит? Именно в верхней части головы приливают ощущение жара. Но потому что у вас тело начинает очищаться, третий месяц сыроедения, это, ребят, такой большой срок. И, как правило, на таких сроках, второй, третий месяц, до шестого месяца, идут различные процессы. И очень часто бывает людям действительно очень хорошо. Либо какие-то процессы очистительные достаточно глубокие. И, скорее всего, что у тебя на сыроедении, почему в верхней части головы идут приливы? Потому что запускаются капилляры, те, которые были у тебя в спящем режиме. И когда запускаются эти капиллярчики, то, конечно, идет как бы вот прям такое, жара идет. Если, я могу сказать по себе, если я раньше любила, чтобы у меня ноги были в тепле, ну, прям мне это было необходимо, я жила там на Урале, то сейчас я всю зиму хожу в сланцах. Я даже приезжала в Питер, ну, там снег лежит, все, я туда приехала в сланцах. И мне комфортно, потому что у меня ноги горят. Я понимаю, почему они горят. И они горят же еще потому, что мои же, видите, обувь, она же, ну, что сланцы, все равно резина. Или там какая-то, я не знаю, ну, любая обувь. Потому что нужно периодически стоять на земле. То есть я вот хожу, например, по улице, да, я через какое-то время, ну, там, чтобы особо никто не видел, там на травку встала, или на снежок, если где-то в какой-то, в каком-то городе, где снег. И это прям разгружает. Буквально минутки две хотя бы так постоять, прям очень сильно резонирует. Вы прям можете поймать эту волну. Еще вопрос по поводу кариеса. Можно не лечить его, если выйти на жидкое питание с чередованием чистых дней с минимальным потреблением сахаров. Смотрите, ребят, кариес, он тоже бывает разной степени. Чтобы кариес лечить или не лечить, на сухих днях он очень хорошо затягивается. Но если вы что-то употребляете, то в любом случае, либо после того, как вы поели, как-то прополоскать рот, либо содой, либо там перекисью, либо травами, я попробую найти пасту, которую я делала, какие пропорции. Если я найду, я вам, я скину в чат. Вот. Перемалывала несколько трав в кофемолке, добавляла кокосового маслица чуть-чуть. И вот такая вот паста у меня была. Очень нравится. Но еще, ребят, могу сказать, что очень хорошо любые недочеты с зубами очень хорошо затягивает гвоздика. Вот. И особенно, когда на сухих днях вы начинаете ее жевать, подсасывать, да, чтобы у вас слюна была, чтобы вот здесь не было вот этого вот неприятного, такого ацетонового запаха и вкуса. Когда вы начинаете жевать вот этот как раз гвоздику, то она такая, наверное, все чувствовали вот этот вот дубильные вот эти вот вещества, они очень сильно затягивают вот эти вот микротрещинки на зубах. Прямо она очень хорошо. Единственное, что если часто вы делаете, то зубы темнеют, но вы почистите, и она быстро сходит. То есть они не темнеют, не сама эмаль, а просто остается вот эта вот темнота на зубах, и вы очень хорошо потом счищаете. Можно даже счищать хозяйственным мылом. Светочка, расскажи, пожалуйста, вот как относиться к грибам? Вот говорят, что лисички там и еще разные разновидности грибов выводят как бы грибы из организма. Как к этой информации относиться? Я не вижу, что она выводит. Я к грибам отношусь не очень положительно. Я их... И раньше-то, когда ела, они вкусные, да, но у меня очень сразу же чувствовалось вот эта вот тяжесть. А когда вы начинаете вот больше вот этого вот видеть, вот этих вот вибраций, да, там же, блин, там же целое царство подземное. И грибы, они очень сильно разговаривают. Вы можете прям сами услышать. Вот когда вот пойдет вот этот вот сезон грибов, вы можете просто сесть вот в медитацию, взять с собой какой-нибудь коврик, ну там чем-нибудь побрызгаться, чтобы к вам никто не подползал, да. И буквально на какой-то вот на первых минутах буквально вы можете прям услышать вот этот вот пист грибной. Он абсолютно другой. И чтобы они выводили грибов, то есть я не могу сказать, что грибы как-то меньше на нас влияют, чем мясо. Я слышала, никогда не пробовала и нет желания попробовать, потому что я прекрасно вижу тех людей. У меня же, ребят, вот эти вот шаманы, которые и Айваска, и все вот эти вот, которые людей выводят на вот эти вот штуки, да, они же потом ко мне приходят все. Они ко мне идут и... Ну, не все, я как бы нет. Несколько таких. Они идут и говорят, вот как бы мы уже привыкли вот к этому состоянию. Хочется без допинга выйти к этому, а без допинга уже не получается. И с ними работа, я не всегда берусь даже за них, потому что с ними работать тяжелее. Они уже настолько привыкли вот к этому допингу, им нужно все и сразу, и чтобы идти вот это вот, прям идти вот этот процесс, для них уже становится сложным. Они срываются и опять через свой допинг. Поэтому я категорически нет. Наркотик. Ну, как-то так. Так. Светлана, есть ли знакома тема? Деструкция слескловидного тела глаз тоже может уйти на чистых. Мушки перед глазами. Ребят, я вам могу сказать, что в определенный момент, если вы практикуете сухие дни, могу сказать абсолютно точно, что, во-первых, уходит вот эта вот пигментация с глаза, они становятся очень светлые, и вы в определенный момент начинаете видеть настолько ясно. Ну вот, например, на небе не видно звезд, да, потому что там, ну, например, там облака или еще что-то, какая-то погода, а вы видите эти все звезды. То есть сквозь облака для вас не стоит видеть. Сквозь какие-нибудь там тканевые вещи, то есть, ну, не голого человека, имею в виду, а там, например, какая-нибудь шторка, вы абсолютно четко видите. То есть для вас это уже не преграда. Вот эта вот ясность, она открывается абсолютно точно. Ну, это, по крайней мере, вот у меня так. Актуальность соков овощных и фруктовых для питания и очищения. Ребят, я соки не очень предпочитаю, никакие. Смотрите, тут какое дело. Если мы говорим о соках, то это же, ну, возьмем, например, овощные соки, это, ну, если подлечиться, возможно, я еще так более-менее к ним отношусь, но это, опять же, вода, и они из вас ничего практически не выведут. Лучше уж какую-нибудь травку запарить, либо очищенную воду, талую воду. Вот. Почему? Потому что овощи без клетчатки, они практически не работают. Это только в том случае, если вы выдавили сок, а потом добавили немножко вот этого жмыха в этот же сок, то тогда он прочистит. Если мы говорим про фруктовые соки, то это фруктоза и сахароза. Сок, он вообще настолько бьет по поджелудочной, что у вас гормональный фон будет просто скакать. Поэтому то, что касаемо фруктовых соков, ну, можно себе, наверное, позволять там сколько-нибудь, но какое-то продолжительное количество времени на фруктовых соках, сколько, ребят, у меня было, когда сидели на фруктовых соках, причем длительное количество времени, и два месяца, и четыре месяца, и шесть месяцев, и у них потом идут просто срывы, потому что гормональный фон они полностью, ну, запустили, так скажем, через поджелудочную железу. Поэтому, если все-таки хотите соки, то очень редко, и если дома делаете, то сделали сок и немножечко добавили жмыха, хоть фруктовый сок, хоть овощной сок, чтобы он сделал свою работу. Так, как вывести грибок в кишечнике? Вывести грибок в кишечнике, ну, во-первых, изменить свое питание, когда вы изменяете свое питание, он у вас сам постепенно уходит, но вы можете помочь, вы можете помочь, это вот мы сейчас что делаем, это вот куркума, это вот эти вот горькие травы все, но их лучше не смешивать, то есть, если пьете, например, одна специя, одна трава, ну, не больше трех трав в день, не больше трех трав в день. Вот мы сейчас с вами пьем, получается, две травы, да, и одна специя, то есть это гинкобелоба, вот, и полынь, и специя куркума, вот, это вполне достаточно, чтобы на лайте убрать вот эти вот все, всех паразитов у нас, постепенно вместе с тем, что вы меняете питание. Если хотите чуть побыстрее, то добавляем магнезию, добавляем, очищаем печень, вот, и добавляем несколько клизм, то есть периодически разные клизмы, но я вам могу сказать, что я не приверженна, чтобы постоянно быть на клизмах, это тоже достаточно сильно расслабляет наш организм, и он сам не хочет выводить этих паразитов, он думает, ну, как бы все же за меня делают, поэтому все-таки нужно, наверное, меру знать. А касторовое масло как вот по паразитам? Вы знаете, касторовое масло, я к нему тоже не очень хорошо отношусь, я к нему не очень хорошо отношусь, потому что, во-первых, касторовое масло, очень, ну, может быть, несложно его найти, хорошее заказывают люди, да, но для меня это было всегда прям настолько сложно его пить, я его несколько раз пробовала, для меня это была просто катастрофа, во-первых, во-вторых, я, так как у меня была гормональная терапия, длительное время, несколько лет, у меня печень была в очень таком плачевном состоянии, не считая надпочечников, да, и когда я выпивала, вот эта чистка у меня была масляная, я прям чувствовала, что у меня прям печень, мне казалось, она мне из подребер вылазила, вот, поэтому если у кого-то какие-то проблемы с печенью, но тут тоже нужно настолько аккуратно относиться к этому, поэтому мне кажется, самый простой способ, это вот магнезия, ты ее выпил, она абсорбирует все, она никаких побочных эффектов не дает, и поэтому мне кажется, что это лучшее решение, но это уже на ваше усмотрение. Светлана, здравствуйте, а вот чистка Чингисхана, как вам? Я пробовала, но мне она вообще никак не зашла. У меня не было, то есть я себе делала прям такой огромный стакан, резала чеснока, запивала я это все лимонным соком, по-моему, лимонным соком, да, и, во-первых, у меня не было никакого сжения в желудке, от меня просто воняло чесноком, причем я до такой степени его, видимо, съела, что я даже сама не чувствовала, но мои близкие сказали, что, говорит, это просто какой-то кошмар, дня три, наверное, когда из меня вот это вот выходило, но чтобы из меня что-то вышло, или какое-то, у меня какое-то было состояние, но я вот вообще ничего не прочувствовала, поэтому я ее сделала один раз, но попробовать, видимо, мне надо было, и успокоилась, поэтому я не знаю, но мне кажется, она такая достаточно термоядерная чистка, не каждому, наверное, и зайдет. Ну да, ну да, спасибо. Так, есть ли фрукты или овощи, которые нет смысла употреблять, помидоры, перец, баклажан? Ребят, смотря на каком вы, на какой стадии сыроедения, если вы начинаете, то почему бы вам не позволить? То есть и помидоры, и перец, и баклажаны, то есть я это все с огромным удовольствием в свое время употребляла, мне все это нравилось. А потом вы постепенно от этого откажетесь. Конечно, потом вам не захочется помидоров, потому что помидоры хорошие сложно найти, и к нему очень сильно идет привязка. Перец болгарский, да, он у нас очень сложно переваривается желудком, вы будете чувствовать прям тяжесть после перца. Но и баклажаны тоже, они очень утяжеляют. Но если на первых, на ранних сыроедениях, то я бы рекомендовала все оставить, чтобы не было срывов. Чем больше оставляете, тем больше. Так, благодарю. Гвоздика очень хорошо помогает. Запихиваю прополис, дырки в зубах и практикую чистые. Это адекватное, на ваш взгляд, действие. Сверлить зубы не хочу. Переживаю, что могу задеть нерв. А так стимул не есть хороший, но и зубы сохранить хочется. Благодарю. Насчет прополисы не могу сказать, но я вам могу сказать абсолютно точно. И у меня как-то были на марафоне две женщины, они обе не из России, я не помню из каких стран, и обе они были связаны со стоматологией. И на них как раз рассказывали, у них достаточно дорогое лечение зубов, и у них очень хорошо практикуются, так как они стоматологи, они это знают. Как раз вот эту вот гвоздику. У них прямо масло гвоздики. Я думаю, что у нас тоже продается в аптеке натуральное масло гвоздики. Буквально, говорит, там чуть-чуть на ваточку вот этого масла, и если даже зуб болит очень-очень сильно, то вот эту вот ваточку с гвоздичным маслом кладете, и зуб в течение какого-то... То есть микробы все съедаются, зуб в течение какого-то времени перестает болеть. Я думаю, что можно точно так же и гвоздику разжевать, если есть какие-то там дырочки, еще что-то, прям туда ее позасовывать. И если вы идете в путь дальше, то возможно, наверное, и вырастить зубы. То есть с зубами у нас уже очень много связано. Зубы – это... Я уже говорила, у меня есть эфир, не буду повторяться. Я все-таки считаю, что зубы – это наши антенны, это очень много зависит, это восприятие, еврационное восприятие. И вы даже когда... Вот сами прочувствуете, например, уже второй день чистых дней, и когда вы разговариваете, вы будете чувствовать, как у вас прям вибрируют зубы. И от разных слов, от разной информации вы будете чувствовать, где, с какой стороны начинается вибрация. Так, а чай из чаги пить можно? Я бы вообще никакие грибы бы, в том числе и чай. Чага – это же как... Тоже как гриб-паразит, который убивает паразитов. Поэтому не знаю. Мне кажется, он не для нас все-таки. Как относитесь к ваннам с солью и содой? Нормально. Я в ваннах, ребят, не лежу давно уже. Если ванну делаю, то я, как правило, делаю ванну ледяную либо со льдом. И вот так вот у меня бывает, что хочется в ледяной ванной полежать. А так, чтобы... Дети у меня с удовольствием лежат в ванной. Ну, с содой, опять же, смотрите. Когда делаете ванну с содой, с солью и с содой, сода достаточно сильно вытягивает на себя вот эти вот токсины. Но бывают такие состояния, что вы выходите с этой ванны, и вам становится прямо дурно. Это как раз тот процесс, когда вы уже в ванной лежать не можете, а токсины пошли. И вы выходите, как бы они у вас подошли, вы их растормошили, а вы везде до конца не вывели. И они у вас начинают застревать, и бывает прямо кожа покрывается чем-то, какими-то там прыщичками мелкими. Либо какое-то начинается вот психологическое вот такое вот раздражение. Это как раз, когда вы недовыпустили вот эти вот, недовымыли вот этих вот токсинов. Поэтому с содой, ванной с содой, тоже будьте достаточно аккуратны. Если вы начали это делать, то сделайте тогда серию. То есть от трех до семи раз, чтобы вы там полежали, чтобы у вас вышли эти токсины. Но опять же смотрите по своему самочувствию, потому что когда они идут, тоже через кожу, но такое не из приятных занятий. А по времени сколько лежать? Ну, не больше 15 минут, это точно. Больше 15 минут не нужно, потому что иначе вы просто будете себя очень плохо чувствовать. 15 минут вышли, и первые, может быть, 3-4 ванны прям будет вам не очень хорошо. Ну, это то, что у меня ребята пробовали, то, что мы... То есть у меня даже было такое, что у меня девочка одна, ей было достаточно тяжело, она прям жила у меня какое-то время, вот и было такое. Так вот мы тоже выводили лекарства, поэтому очень-очень аккуратно. Так, магний сульфат тоже из-за гиперстимуляции желчного рефлекса и расслабляющего эффекта при частом употреблении расстраивает естественный механизм отделения желчи. Да, поэтому, ребят, я говорю, никакими чистками мы не увлекаемся, мы помогаем, но не увлекаемся. Так. Так. Да, на сухих днях очень часто бывает. Не можешь вылезти из воды, из холодной. Да, ребят, задавайте вопросы здесь в чате, пока закончили. Задавайте еще вопросы. По поводу вот голода, да, вот. Ну, понятно, что он вообще весь искусственный, да, ну, судя по вашему состоянию, что возможно без еды вообще жить. Ну, вообще, вот кто ест, какой более, как бы, реальный критерий голода? Ну, что, типа, как бы, телу элементов не хватает каких-то и что совсем ложное, то есть, когда воздержаться. То есть, как определить? Вот, может, подскажете? Ну, вообще, ребят, настоящий голод, когда он появляется, он появляется изнутри. И вот бывает такое, что он прям как гормональный голод. Ты прям, вот, тебя трясет, ты хочешь что-нибудь съесть. Это бывает, знаете, такое, после спортзала, когда там хорошо так поднакачаешься. Вот. И идешь, и у тебя мысли только идут, и ты больше вообще ни о чем не думаешь. Вот здесь вот нужно перекусить. А бывает такое, что, знаете, вот здесь вот в животе, как подложечкой сосет, да, мы вот называем. Это вообще не про голод. Это как раз, когда у нас... Ох, Господи, как он... Это когда у нас подходит время к пище, к приему пищи, и организм начинает выделять вот этот вот сок. И чтобы этого не было, вы просто встаете, там даже картинку, любой вакуум, вот, лучше, конечно, в наклоненном виде, там, на стульчик или на стол сделать, и сделать вакуум. Если нет такой возможности, то просто идете, например, по улице, и пока никто не видит, раз, и сделают, вот это вот на несколько набережали дыхание, и сделали вот такой вот вакуум сами себе. И буквально после, там, минутка-две, и вас отпускают. Это уже не голод. Просто такой момент был, ну, несколько лет назад я так хорошо чистился, да, и вышел практически, вот, ну, про напитание, но почему-то меня соблазнили вкусы, то есть я начал получать, как бы, кайф по чуть-чуть сначала от фруктов, ну, таких самых вкусных фруктов, и потом вот как-то оно затягивает, затягивает, как наркомана какого-то, вот что с этим делать, не понимаю. Вроде голода нету такого потребности, а все время хочется какого-то кайфа от этой еды. Вот такая ситуация. Вкусы – это эмоции. Эмоции – это то, что мы привыкли получать самым простым способом. Когда вы выходите, когда вы начинаете больше и больше познавать себя, когда вы выходите в определенные состояния к самому себе, когда вы начинаете видеть другую информацию, другие знания, начинаете считывать с пространства, то вы уже углубляетесь в чувствование. Когда вы углубляетесь в чувствование, вы начинаете видеть, что такое чувствование. Это такая большая глубина, и тогда эмоции у вас уходят из вашей жизни. Эмоции, когда уходят, первое, что такое эмоция – это еда. И еда вам становится просто неинтересна. Вам не нужно будет ее убирать из своей жизни. Она просто становится неинтересной. Но к этому состоянию, когда вы подходите, тоже будьте аккуратны. Но это кажется, что это все вот так вот интересно. Но когда у вас нет вот этих эмоций, только чувствования, то есть вы не можете обидеться над человеком. Вы не можете порадоваться, вот как вот, ох, такая радость. У вас всегда идет вот такое вот оно ровное, благостное состояние. Да, еще иди так, но есть. И, видимо, хочется восполнить этих эмоций. Да? Ну да, да. Если есть такое, как бы это же тоже клево. Смотрите, когда вы уже находитесь вот в таком состоянии, вы даже, например, идете и видите на улицу, там парочка какая-нибудь ругается. И вас даже вот это вот уже начинает умилять, потому что у них есть еще эти эмоции, а у вас уже нет. Иногда бывает такое, что вы не том, что скучаете, вы понимаете, что вы как бы уже на другом уровне, думаете, ну вот, а такого вот уже нет. Уже вот такая вот благость идет. Все как игра смотрится. Ну, все-таки следующий шаг нужно делать, правильно? Как бы, ну, какой-то. И вот я не пойму, то ли отказать, ну, с силой воли отказаться от этого всего, ну, наркомании этой, да, допустим. И непонятно, что там дальше, какой шаг будет, то есть, да, то есть, что там в момент, какая вкусняшка. Ну, смотри, тут же как бы дело же, смотри, если ты, например, чувствуешь, что у тебя вот пошло вот это вот состояние, ты готов через силу воли, но тут же нужно смотреть сила воли, это есть сила воли, а есть аскеза. И вот сила воли, она нам необходима. Мы через силу воли что-то делаем, какие-то маленькие шажочки преодоления. А если мы говорим об аскезе, когда вот тебя уже трясет, а ты, нет, я не буду, я вот прям себе дал слово. Вот это вот уже лишнее. А через силу воли немножечко раз, раз, если чувствуешь, что уже все вот на пределе, все, отошел немножко. Ясно, благодарю. Кое-что прояснилось. Да, ребята, почему-то у меня вот в чате что-то пишут, пишут, потом раз, удаляются сообщения. Это что-то с чатом или вы пишете и удаляете? Давайте, ребята, еще задавайте вопросы и завтра, если раз, завтра мы с вами давайте побольше откроем тему вечернюю, эмоции и чувствования, да, как уйти вот на это чувствование, чтобы отказаться от эмоциональной еды и что такое вообще еда. Если разовое питание, то есть чего должен состоять один прием, чтобы не уйти в дефициты? И как быть, если хочется фруктов, а их ведь нельзя ни с чем смешивать? Ну, смотрите, если вы не готовы уходить в один прием, то вы не уходите. Дефициты у нас, ребят, вот сколько раз я все-таки убеждаюсь, дефициты у нас в голове. Если вы чувствуете, что ваше тело не готово, просто туда не идите. А если вы чувствуете, что у вас все хорошо, но начинаете крутить мысли, что а если у меня какой-то дефицит, он у вас будет. Но если вы себя чувствуете хорошо, но доверьтесь своему телу. Оно единственное, что не может врать, единственное, что никогда вам это ваше физическое тело. Именно для этого оно вам здесь нужно, чтобы вести вас к направлению самого себя. Просто мы очень часто не слушаем свою физику. А зря. Утром половинку ркумы можно в 7 утра? Ну, если прям вот критично, то можно. Но лучше после 10. Ну, ребят, смотрите, я же не знаю вашего графика работы. Кишечник нужно чистить перед марафоном? Перед марафоном каким? 21 день? Я все скажу там на марафоне. Ничего заранее чистить не нужно, потому что у нас будет еще подготовка замасливания, чтобы мы очень комфортно туда вошли. Всех вам благ. Спасибо. Подскажите, как баню помогает очищению? Баню помогает вывести токсины. Очень хорошо. Но это лучше делать, либо баню хорошо делать перед сухими днями, и после сухих дней. И я вот вам уже сегодня говорила, да, что очень хорошо перед сухими днями, после сухих днях, очень хорошо промыться прям вот прям жесткой какой-нибудь лихоточкой, чтобы убрать вот этот вот верхний слой, вот этот эпидермис, который отжил уже. Чтобы было, чтобы кожа могла дышать и уже готовиться к наполнению через кожу. Светлана, расскажите, почему морозит, кажется, до костей промерзая, все тело трясет на четвертые, пятые сутки чистых дней. Плюс была депривация, сна в эти дни, говорят, что жар идет, а у меня холод. Это жидкость тела? Нет, смотрите, ребят, бывает холодно, бывает жарко. Жарко – это когда у вас перегорают, как в топке, токсины. А холодно – это когда чистится кровь. Поэтому не переживайте, наслаждайтесь своим очищением. А связаны родовые программы с бактериями, которые передаются по родовой системе, и они толкают вести проживать то, что не прожили предки. Нет, родовые программы с бактериями никак не связаны. Вообще родовые программы – это громкое слово, родовые программы. Это паттернное поведение просто. Это когда мама так делала, бабушка так делала, и вам передалось просто паттернное поведение, Почему хочется в ледяной воде больше и больше находиться на чистых днях? Потому что идет пережигание, тело горит. Светлана, подскажи, пожалуйста, вот ты рассказывала случай, что мужчина выздоровел, на пяточках ходил. Это босиком по твердому полу или в обои? Обязательно босиком, только босиком. И по твердому полу, да? Не по, допустим, по ковру? Нет, лучше не по ковру. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос, как влияет музыка на нас? Музыка на нас очень хорошо влияет, потому что там идут другие вибрации. и если, например, у ваших родителей там, либо вы чувствуете, что у вас идут какие-то отклонения, например, там очень плохая память, или там у родителей деменция, или еще что-то. Самое лучшее, что можно сделать, это, что вижу, то пою. То есть мы начинаем петь. Когда мы начинаем петь, только смотрите, ребят, мы же только в состоянии, когда мы поем, мы тогда ни о чем не думаем. Даже когда мы, например, там, я вижу стул, там, гитару, еще что-то, я про них пою, я про них пою безмысленно. Представляете, как у нас отдыхает мозг? Поэтому пение – это очень хорошо, когда вы поете. И музыка очень… Ну, смертная музыка, то есть если вот это вот русская попса, да, или там не русская попса, но не каждая она идет, они очень часто бывают, идут на разрушение клетки. А если мы говорим о классической музыке, то вы даже можете посмотреть, как кристаллизуется вода. Вы можете, смотрите, поставить классическую музыку, налить воду на замерзание, чтобы она немножечко постояла, потом ее заморозить, у нее будет абсолютно другой рисунок. У нее прям будет он вообще… Можно вопрос? Да, сейчас. Слушала, нескольких автономов, они во время эфира шмыгают. Это по какой причине? Ребят, смотрите. Если человек, там, малоед, автоном, там еще кто-то, у него организм более чистый. И когда вот мы ходим там, мы же все живем в социуме, и попадает кто-то чихнул, кто-то еще что-то. Это моментально начинает выходить. И выходить, как правило, начинает через нос, через кашель, через прыщики, через еще что-то. Но это нужно максимально вывести организму. И это нормально. Потому что возьмите, например, две белые тряпочки, черную тряпку, грязную тряпку, белую тряпку, и протрите пыль. На грязной тряпке вы ничего не увидите, а на чистой тряпке вы сразу же увидите эту грязь. Поэтому это же как бы нормально. что выходит. Да, задавай вопрос. Хотел спросить насчет температуры тела. За время практики автономии как-то температура тела изменилась или нет? Есть какой-то опыт? Ну да, она опускается, конечно. Примерно 32-34. 32 чаще. То есть это реальный процесс. Я просто слышал, но как бы не было подтверждения. А насчет микробиома. У каждого человека есть какой-то микробиом в теле, в том числе в кишечнике. Ну и в митохондрии и прочее. Что с ними происходит во время автономии? То есть они уменьшаются, они исчезают, или они трансформируются. Есть какое-то представление насчет этого? Что девается в митохондрии? Кто-то говорит, что они вообще у автономов исчезают. Это вот реальность или что-то нам надуманное? Слушайте, я вот по этому поводу вам ничего не могу сказать. То есть я вот в такие дебри я не иду, потому что они мне никак не помогут узнать информационный флаг моего рода. Понимаете? То, что я буду там... Развиваются во мне грибы, не развиваются. То есть мне больше интересно то, что я получаю вот эти знания, нахожу, вижу. Вот они приходят, просто приходят эти знания. И когда ты в них углубляешься, вот это вот интересно. А то, что там митохондрии, там еще что-то, не знаю. Правда, не могу ничего сказать. Мне это не очень интересно. Хорошо, да, я понял, спасибо. При переходе на автономию сон сам уходит или нужно применять силу воли, чтобы не спать? Да, он очень сильно сокращается, я бы так сказала. То есть ты уже не спишь каждый день, но если у тебя идут какие-то такие процессы, например, вот ретриты, да, когда я провожу с ребятами, там я 24 на 7 практически. Вот. И тогда я вот часа, наверное, по 2, по 2, бывает и по 4 часа, я вот в эти процессы, я сплю. То есть у меня как бы такое, как восстановление идет. Но там же сон совершенно другой идет. Его нет такого сна, как напитание. То есть ты все слышишь, что происходит. Ты как бы в таком глубокой медитации находишься. Вот так бы я сказала. Такой уже сон появляется. А насколько обязательно прогулка перед сном? Прогулка перед сном, она желательна. Вы же насыщаетесь перед сном. Кислород насыщаетесь, насыщаете все клеточки. И они у вас тогда, когда вы отдыхаете, они у вас очень хорошо начинают делиться и запускаются регенерации. Говорите, кто хотел сказать. То есть у вас получается уже непрерывное сознание реализовано. То есть оно и во сне, и без снов уже не прерывается, да? Я так понимаю. Ну, наверное. Забвения вот этого нету, как, знаете, как типа упал, как обморок сон этот? Нет, такого уже давно нет. То есть сон с бодрствованием получается застлит уже, да? Да, но тут же уже другое, ребят. Вы же, смотрите, сон с бодрствованием. Вы же практически, когда вы уже понимаете, кто я, ну, это не те, кто понашивает. Я просто почему-то спрашиваю, я с йогой все это хочу связать. Я все изучал эту всю систему йоги и вижу эти процессы у вас, как происходит. и как бы вот хоть, ну, пытаюсь немножко сопоставить. Да, ты уже понимаешь, что ты есть. Тебе не нужно себя идентифицировать, спишь ты или не спишь. Ты везде есть. Ты везде в сознании. Ты есть само сознание этого. Поэтому тебе уже там, ты уже, да, ты в другом состоянии. Да, это понятно. Но получается, что еще отключаю. В, допустим, в моем случае, как бы я как бы отключаюсь еще. Значит, еще, ну, где-то полосты не проработаны, карма какая-то. Ну, то есть балласт какой-то есть в сознании. Теле, может, там, тамос, нервность. Ну, конечно, мы проработать до конца. Я не знаю, когда мы до конца вообще сможем себя проработать, потому что мы настолько программные, мы настолько стоим под колпаком. Вот я как раз в закрытом клубе с ребятами вот эти вот, вот это мы обсуждали, как выйти из-под этого колпака. Вот, но это, опять же, не тема вот этого марафона. А, ну я понял, все, ты уже понял. Извините. Хорошо. Светлана, можно, да? Да, да. Я, может быть, немножко вперед паровоза забегаю. Вот сколько я смотрю на канале Автопуллстар, да, спикеров. То есть вы тоже говорите, прозвучала такая фраза, не ставьте целью саму автономию, да. То есть я понимаю, сейчас мы начинаем работать с телом, там, с питанием, да, но вот не звучит, что и с внутренним нашим состоянием, то есть как бы самое определяющее, наверное, да, надо будет работать. Или это потом уже на 21-м, ну, 21-м, голодный, ты про это говоришь. Ну, мы и на 21-м будем тоже говорить. Смотрите, я уже говорила, что у нас есть три составляющих. Это наше питание, это наше внутреннее, внутренний наш стержень, ну, душа может назвать, да, хоть как, и наша физика. Без этих трех составляющих мы никуда не выйдем. Если просто, мы же как, это очень хорошо сухие дни. Сухие дни почему хорошо? Сухие, либо там с водой, неважно. Они чем хороши? Тем, что у вас идет исцеление тела. Хотите вы этого или нет? Ну, как бы, конечно, хотите. У вас идет исцеление тела. Когда идет исцеление тела, чем здоровее тело, тем меньше сама физика оттягивает внимание на себя. Тогда вы можете уйти в свои процессы. И поэтому она, конечно же, необходима. Эти чистые дни их необходимо делать. В то же время вы показываете каждый раз, вы показываете своей голове, что вы не умрете. То есть он не будет цепляться за еду, если вы это будете прорабатывать с ним, будете договариваться с ним. То есть изначально вы мозг не обманете. Но в дальнейшем вы будете с ним сотрудничать. И когда вы начинаете сотрудничать и со своей душой, и со своей головой, и со своим телом, то вы выходите на новый уровень. Вот я как раз, да, про комплекс вот этих понятий как раз хотел услышать. Хорошо, спасибо. Так, как влияет мобильный телефон на нас? Ну, нехорошо, как влияет. Нехорошо. Это же те вибрации, которые нас полностью делают управляемым. Мы же все прекрасно знаем, что через телефон можно послать сигнал. Человек делает вообще все, что нужно тому человеку, кто послал этот сигнал. Поэтому это не очень комфортно. Да, Ирина, говори. Вот у меня вопрос. Вот ты когда находишься, у меня такое было состояние, я нахожусь на чистых днях. И потом чувствую слабость. И она, эта слабость, она со временем как бы не проходит. Вот и на следующий день слабость. И как бы вот дня три так может продолжаться. Я потом выхожу из этого состояния, то есть опять начинаю есть. Или что мне при этом надо делать? А на какой день, как правило? Ну, где-то на третий, на четвертый день слабость начинается. Ну, вот смотри, на третий, на четвертый день. Во-первых, что такое слабость, особенно на третий, на четвертый день? У нас есть внутренний ресурс организма, есть внешний ресурс организма, да? И внутренний ресурс мы, как правило, не чувствуем. Мы не чувствуем, как у нас работают почки, работает поджелудочная. Мы же не чувствуем, просто это знаем. Знаем, нам сказали. И мы в это поверили, потому что кто-то же там должен работать. Внешний источник, вот этот вот, мы его чувствуем. То есть мы чувствуем, как мы двигаемся, в каком мы состоянии. Мы его чувствуем. И вот когда идет очистка наших органов, когда внутренний источник, он не справляется с очисткой, мы же его не чувствуем, то он берет из внешнего, вот эта вот энергия из внешнего. И внешняя энергия идет на очищение твоих же внутренних органов. То есть когда у нас слабость, это благость для нас. И, как правило, попробуй дойти, как правило, после 5-6 дня бывает такое вот, после 5-6-7 дня максимум, бывает такое, что вот прям слабость, слабость бывает. У меня доходило до того, что я, например, не могла открыть ручку на дверь на машине. То есть я, чтобы руку вообще положить туда, чтобы ее вообще чпокнуть, я второй рукой помогала. Представляете, вот я вот такая вот квашня была. Но после вот этого состояния, когда у тебя прям совсем тебя размазало, как правило, на следующий день ты встаешь и думаешь, боже мой, откуда такой бодряк? Но он будет только один день, и после этого будет опять слабость. И вот когда вот этот вот бодряк, это как раз вот такой первый крючок вот этого вот неедения, я его называю, вот что типа посмотри, как можно вот из такого состояния в раз ни с чего быть вот таким вот, ты просто вот начинаешь прям плясать. Там, я не знаю, там 10-этажный дом, все окна можешь помыть за 2 часа. То есть вот такое вот состояние. А на следующий день будет опять слабость, но она будет уже не критическая. Вот на следующий день уже можно выйти. Попробуй, если прям не критично для этого слабости, а просто есть возможность поваляться. Если для этого слабость, а просто есть возможность поваляться, то это здорово. Кто-то включен. Скажите, пожалуйста, вот бодрость, когда появится все-таки, эта энергия, о которой говорят после этой слабости, на какие дни обычно она приходит? Спасибо. Ну, вы знаете, вот у меня бывало, я бывала 9 дней, просто была вот в размазанном состоянии. Бывало, что я 21 день прям в размазанном состоянии. Бывало, что я на седьмой день у меня уже приходил такой бодрячок. Бывало, что я прям вот 40 дней, и вот я в 40 дней, я просто уже, знаете, вот прям ковыляла. Я вот два шага пройду, и прям я задыхаюсь. Я вот как это, я смотрела на бабушек, и мне казалось, боже мой, какие метеорки. То есть у меня и такое было. Я вот разные стадии проходила. У меня не было такого, как многие говорят, вот я там на какой-то день переплываю, там вы все спите, а я за ночь там три раза Байкал переплыл. У меня не так было. У меня настолько вот эти все процессы были долгие, и чтобы вот восстановление организма было. Что вот было вот так. Поэтому всех по-разному. Говорите о разных заходах на сухие. То есть у вас было много заходов на сухие. Я 9 лет с этой практики. Нет, спасибо. Так. Почему после перехода на автономию начинают потом опять потреблять пищу? Ну, смотрите, почему опять начинают потреблять пищу? Бывают вот такие вот состояния, ты понимаешь, что ты в принципе человек всегда один. Но бывает такое, что тебя уже не понимают. То есть ты на таком уровне восприятия, что ты настолько становишься один. И не твои близкие, не твои, которых ты считал друзья, они тебя уже не слышат и не понимают. И бывают такие моменты, что ты думаешь, да нафиг это все нужно, обратно я откачусь и буду жить той жизнью, которая привычна, которая создана для этого, для этой плотности. Бывают такие моменты очень часто, да, действительно. Потому что не все понимают. То есть мои близкие люди, да, то есть у меня кто рядом со мной постоянно, это мои два сына, потому что они знают, что там вот какая. Другим со мной длительное время достаточно тяжело, непривычно. То есть меня не могут понять, что я могу, например, там с кем-то дома могу находиться там и не разговаривать там месяц. Не просто не разговаривать там, не то, что игнорирую, а там отвечу, если что-то нужно, и дальше ухожу в себя. То есть у меня нет, что я живу в одной плотности. И мне кому-то это рассказать, но если человек, даже если он в теме, он все равно не понимает. И начинают вот эти вот неудобства, то есть ну как так, ну как бы, ну ты же вот туда сходи, туда сходи. То есть я стала абсолютно несоциальным человеком. Мне неинтересно какие-то... Ну тусовки, это, конечно, грубо сказать, но даже вот там посидеть, с кем-то встретиться, еще что-то. Мне это уже неинтересно. То есть мне хватает марафонов, мне хватает эфиров, консультаций, ретритов. Мне очень много вот этого всего хватает. И чтобы я где-то еще с кем-то пошла, посидела, там поболтала, еще что-то. Но для меня это уже как бы нет. Я даже отказываюсь, и многие даже на меня обижаются. Вот поэтому иногда... Вот почему они возвращаются? Потому что ты становишься не просто один, а ты становишься даже как немножечко изгой. Светлана, можно добавлю чуть-чуть? Угу. Вы про Девраха Баба такой, 250 лет прожил. Слышали, нет? Нет. В Индии. Так вот он тоже так... Ну, когда перешел на пронапитание полное, так вот просто сидел там на какой-то возвышенности и всем... Ну, истелял там, люди к ним приходили, а он сам по себе сидел там, жил, уже лет 150, наверное, и потом ушел, надоело ему. Наверное, вы тоже так скажете. У вас та же тема. Скоро раскроется, подождите, информация. Светлана, можно спросить? Вы практикуете ВТО в некелесный опыт, выход в астрал, в ментал? Я бы, наверное, не совсем сказала, что выход в астрал, в ментал. Смотрите, у нас же здесь не одна плотность. Вот на, так скажем, на этом шарике есть несколько плотностей. И мы можем их видеть, можем по ним, как бы в них существовать единоразово. Вот. А есть у нас и другие, ну, так скажем, планеты. Мы тоже можем на них передвигаться. Но чтобы передвигаться на другие планеты, то есть ты их видишь, ты можешь с ними общаться, но передвигаться в этом физическом теле ты туда не можешь. Ты можешь передвигаться без этого физического тела. Но только тогда, когда ты это физическое тело настолько приведешь в порядок, что пока ты будешь в другой плотности, чтобы оно у тебя хорошо здесь сосуществовало. Потому что только в этой плотности. Только в этой плотности. Нет, я о другом спросила. Вы практикуете? Я знаю, что это такое. Я понимаю, что это нужно в астрал выходить именно тонким телом. Вы это практикуете? Ну, я же вам ответила. Практиковать не нужно. Ты уже находишься в нескольких плотностях сразу. Просто если мы говорим астрал, вот это вот как общепринятое, что просто ты выходишь из тела в определенные состояния, это я буду на марафоне даже, который у меня будет с 5 февраля, я там буду давать эти практики. Это элементарно, это может сделать абсолютно каждый. Я вам говорю уже про другое, про более глубинные вещи. Я поняла, спасибо. Хочу спросить, если нет матки, можно у нее вырастить? Я абсолютно уверена, что можно вырастить абсолютно любой орган. Только для чего тебе это? Чтобы ты четко понимала, для чего тебе это? Ну, хотелось бы ребенка иметь. Вчера на 30 меня ее взяли, да, там рак был, и хотелось бы. Ну, понятно, тогда тебе нужно это очень глубоко прорабатывать, потому что тут очень много моментов. Хотелось бы ребенка, это детей полно, а хотелось бы своего ребенка, тогда почему своего, почему ты хочешь свой генотип? То есть тут... Чтобы просто так не придет, потому что твой вопрос поставлен так, как... А? Это плохо, когда нет матки в организме? Почему плохо? Плохо? Нет, вообще нет, ребят, нет такого, что плохо или хорошо. Это же наше восприятие, мы привыкли, что на плохо хорошо, холодно, горячо, темно, светло. Вот, это существует только в этой плотности, поверьте. Если вы уже уходите от этого, то нету хорошо или плохо, вы просто работаете, что вам нужно, с чем вам будет комфортнее дальше жить. И это не хорошо, не плохо, вы просто себе это делаете, с чем вам будет комфортно дальше жить в этой плотности. Вот и всё. Хорошо, спасибо. Ещё один вопрос. Когда у меня с зубами проблемы, и с дозней проблемой, да, но парадонтез, говорят врачи. И у меня там уже несколько зубов мёртвые. Я не знаю, что и как. Я не хочу их вытаскивать. Они хотят их вытаскивать. И говорят, что это самое лучшее будет. Я не хочу просто всё время. Я как-то спротивляюсь, как это по-русски сказать. Я не знаю, что я русский. И когда я пойду на эту автономию, я могу там что-то сама, чтобы всё в порядок привести. Или что ты думаешь? Я уверена, что да. Да. Но это всё зависит от вас. У меня есть. Сильно вера у меня есть, да. У меня просто я... Я в это верю. У меня такое чувство, что можно всё, да. Я просто думаю, когда я пойду или перейду на эту автономию, чтобы не было ещё больше проблем. Если у меня там... У меня там с одной стороны уже мостик есть, да. чтобы он потом не выпал. Пусто как-то, не знаю. Нет, смотрите, вы же страхи твои должны проработать. Если у вас есть страхи, значит, это и есть ваша установка. Страх, он просто так не появляется, и он не берётся из ниоткуда. Страх – это ваша установка, которая уже в вас заложена. Если вы не проработаете, вы будете на этом страхе жить, он будет у вас реализовываться, ваша жизнь. Ну, так всё можно, да? Ну, я уверена. Смотрите по себе, расскажите потом. Хорошо, да. Так, спасибо. Ребятки, буду заканчивать. Мы с вами полтора часа. Завтра в 10 часов встречаемся. Вот, и, конечно же, гулять, гулять, гулять и позволять своим клеткам расти и расти, чтобы они обновлялись, чтобы все больные клеточки, все клеточки, которые у нас уже отжились, чтобы они прям моментально менялись у нас. Вот, про клеточки ещё завтра расскажу. Напомните мне про полынь? Я вам расскажу про полынь, про клетки. Завтра с утра. Вот. Всё, всех обнимаю, эфир закину. Слава, можно спросить, а запись будет или нет? Да, 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 я записываю. Благодарю. Всё.